запустим одинаковые стальные шарики навстречу друг другу с равными скоростями после столкновения шарики катятся в противоположные стороны а теперь возьмем прямоугольный уголок и повторим опыт шарики ведут себя совсем иначе после удара они разлетаются а потом неожиданно останавливаются давайте объясним это удивительное явление когда шарик катится по столу его энергия вращательного движения составляет 2 пятых от энергии поступательного движения а когда шарик катится по уголку расстояние от его оси до точек касания уменьшается и при той же скорости движения энергия вращения составляет 4 пятых от энергии поступательного движения. То есть увеличивается в два раза. Посмотрим, к чему это приводит в программе «Живая физика». После толчка шарики за счет силы трения приходят во вращение и катятся навстречу друг другу. При ударе поступательная энергия сравнивается с вращательной. После удара шарики продолжают вращаться в ту же сторону, что и до удара. Трение тормозит и поступательное, и вращательное движение, и их энергии иссякают одновременно. Шарик останавливается. Для обруча вращательная и поступательная энергии равны изначально, так что обручи тоже должны остановиться после удара. При этом один из обручей можно заменить на гладкую неподвижную стенку. Проверим это на опыте. Возьмем обод от велосипедного колеса и катнем его в сторону стенки. Обод отлетает от стены, продолжая вращаться, и останавливается, как и предсказывала наша теория. А что будет, если поставить шарик на рельсы так, чтобы ось вращения располагалась еще ближе к точкам опоры? Теперь вращательная энергия катящегося шарика будет больше поступательной. Посмотрим, к чему это приведет. После отскока шары останавливаются, а потом катятся назад. Когда энергия поступательного движения иссякает до нуля, шары все еще продолжают вращаться, и сила трения разгоняет их навстречу друг другу.